Под крики и ругань двигались обозы наступающей русской армии. Иногда в этот поток вырывался военный автомобиль. Лошади становились на дыбы, катилась под откос груженная телега, а вслед за ней падали обозные. Алексей Толстой. Хождение по мукам. Здравствуйте, это телеканал Самаргиз, и мы снова читаем Толстого. 2 февраля 1916 года Толстой был вызван телеграммой в Петроград, чтобы по приглашению английского правительства ехать вместе с группой журналистов в Англию. Маршрут поездки был таков. Поездом до Дорнео, затем на санях одну версту до шведской границы, снова поездом через Стокгольм в Христианию и морем до Лондона. 12 марта Толстой писал родным. Только что вернулись с позиций. Были совсем недалеко от немцев, так что меня едва не убило. Бросали гранаты, две из них разорвались возле моих ног. Так что всего обдало дымом и землей. Целый час пришлось идти по траншеям под обстрелом. Через неделю Толстой вернулся в Россию. Впечатления о поездке публиковались в «Русских ведомостях» и были изданы отдельной книгой. Но это была еще не та книга, о которой мечтал Толстой. Та книга была впереди. И до нее еще надо было дожить. Телеги, покрытые брезентами, вазы соломой и сеном, санитарные повозки, огромные корыта понтонов, покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, залитому жидкой грязью шоссе. Не переставая лил дождь, косой и мелкий. Борозды пашин и канавы с боков дороги были переполнены водой. В долине ясными очертаниями стояли деревья и перелески. Под крики и ругань, щелканье кнутов, треск осей об оси, в грязи и в дожде двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии. Иногда в этот поток врывался военный автомобиль. Начинались крики, кряканье, лошади становились на дыбы. Этот грохочущий поток то сваливался в лощину, теснился, орал и дрался на мостах, то медленно вытягивался в гору и пропадал за перекатом. С боков в него вливались новые обозы с хлебом, сеном, снарядами. По полю, перегоняя, проходили небольшие кавалерийские части. Иногда в обозы с треском и железным грохотом врезалась артиллерия. Огромные грудастые лошади и издовые на них татары с бородатыми свирепыми лицами, хлеща по лошадям и по людям, как плугом расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие трупорелые пушки. Отовсюду бежали люди, вставали на вазах и махали руками. И опять смыкалась река, вливалась в лес, остро пахнущие грибами, брелыми листьями и весь мягко шуршащая дождя. Далее с обеих сторон дороги торчали из мусора и головешек печные трубы. Качался разбитый фонарь, на кирпичной стене развороченного снарядами дома хлопала афиша кинематографа. И здесь же в телеге без передних колес лежал раненый австрийец. В голубом капоте – желтая личика, мутные тоскливые глаза. В верстах 25 от этих мест глухо перекатывался по дымному горизонту гром орудий. Туда вливались эти войска и обозы день и ночь. Туда со всей России тянулись поезда, окруженные хлебом, людьми и снарядами. Вся страна всколыхнулась от грохота пушек. Наконец настала воля всему, что в запрете и духоте копилось лишь жадного, неутоленного, злого. Население городов, присыщенное, обезображенное, нечистой жизнью, словно очнулось от душного сна. В грохоте пушек был возбуждающий голос мировой грозы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносимо далее. Население со злорадной яростью приветствовало войну. В деревнях много не спрашивали, с кем война и за что, не все ли равно. Уж давно злоба и ненависть кровавым туманом застилала глаза. Время страшным делам приспело. Парни и молодые мужики, выбросав баб и девок, расторопные и жадные, набивались товарные вагоны. Со свистом и похабными песнями проносились мимо городов. Кончилось старое житье. Россию, как большой ложкой, начало мешать и мутить. Все тронулось, сдвинулось и опьянело хмелем войны. Доходя до гормыхающей на десятки верст полосы боя, обозы и воинские части разливались и таяли. Здесь скончалось все живое человеческое. Каждому отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил в шеи и до оду рехлистал из винтовки в полосу беждевой мглы. По ночам, по всему горизонту, багровыми высокими заревами, медленно разливались пожарища. Искренные шнуры ракет чертили небо. Рассыпались звездами, с настигающим воем налетали снаряды и взрывались столбами огня, дыма и пыли. Здесь сосало в животе от тошного страха. Съеживалась кожа и поджимались пальцы. Близ полночи раздавались сигналы. Пробегали офицеры с перекошенными губами. Руганью, криком, побоями поднимали опухших от сна и сырости солдат. Испотыкаясь с матерной бранью и звериным воем, бежали нестроенные кучки людей по полю. Ложились, вскакивали и оглушенные, обезумевшие, потерявшие память от ужаса и злобы, врывались в окопы врагов. И потом никогда никто не помнил, что делалось там, в этих окопах. Когда хотели похвастаться геройскими подвигами, как сажен был штык, как под ударом приклада хрястнула голова, приходилось врать. От ночного дела оставались трупы. Наступал новый день, подъезжали к кухне. Вялые и прозябшие солдаты ели и курили. Потом разговаривали о дерьме, о бабах и тоже много врали. Искали в шее и спали. Спали целыми днями в этой оголенной, загаженной испорожнениями и кровью, полосе грохота и смерти. Точно так же, в грызи и сырости, не раздеваясь и по неделям не снимая сапог, жил и телегий. Армейский полк, куда он зачислился прапорщиком, наступал с боями. Больше половины офицерского состава было выбито. Пополнений они не получали. И все ждали только одного, когда их, полуживых от усталости и обносившихся, отведут в тыл. Но высшее командование стремилось до наступления зимы во что бы то ни стало вторгнуться через Карпаты в Венгрию и опустошить ее. Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли на запад, захватывая десятки тысяч пленных. Огромные запасы продовольствия, снаряды, оружия и одежды. В прежних войнах лишь часть подобной добычи, лишь одно из этих непрерывных кровавых сражений, где ложились целые корпуса, решила бы участь компанию. Несмотря даже на то, что во первых же битвах погибли регулярные армии, ожесточение только росло. На войну уходили все, от детей до стариков, весь народ. Было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен и зашел кровью. Еще усилие, и будет решительная победа. Усилие свершалось, но на месте растаявших армии врага вырастали новые. С унылым упрямством шли на смерть и гибли. Ни татарские орды, ни полчища перцев не дрались так же жестоко и не умирали так легко, как слабые телом изнеженные европейцы или хитрые русские мужики, видевшие, что они только бессловесный скот, мясо в этой бойне, затеянный господами. Остатки полка, где служил Телегин, окопались по берегу узкой и глубокой речки. Позиция была дурная, вся на виду, и окопы мелкие. В полку с часу на час ожидали приказа к наступлению. И пока все были рады выспаться, переобуться, отдохнуть, хотя с той стороны речки, где в траншеях сидели австрийские части, шел сильный обстрел. Под вечер, когда часа на три, как обычно, огонь затих, Иван Ильич пошел в штаб полка, помещавшийся в покинутом замке, в верстах двух от позиции. Лохматый туман лежал по всей извивающейся в зарослях речки и вился в прибрежных кустах. Иван Ильич перепрыгнул через канаву на шоссе, остановился и закурил. С боков в тумане стояли облетевшие огромные деревья, казавшиеся чудовищно высокими. По сторонам их на топкой низине было словно разлито молоко. В тишине жалобно свистнула пулька. Иван Ильич глубоко вздохнул и зашагал по хрустящему гравию, посматривая вверх на призрачные деревья. От этого покоя и от того, что он один идет и думает, все в нем отдыхало. Отходил трескучий шум дня, и в сердце пробиралась тонкая пронзительная грусть. Он еще раз вздохнул, бросил папиросу, заложил руки за шею и так шел, словно в чудесном мире, где были только призраки деревьев, его живое, изнывающее любовью сердце и незримая прелесть Даши. Даша была с ним в этот час отдыха и тишины. Он чувствовал ее прикосновения каждый раз, когда затихали железный вой снарядов, трескотня ружей, крики, ругань, все эти лишние в божественном мироздании звуки, когда можно было уткнуться где-нибудь в углу землянки, и тогда прелесть касалась его сердца. Ивану Ильичу казалось, что если придется умирать, до последней минуты он будет испытывать это счастье соединения. Он не думал о смерти и не боялся ее. Ничто теперь не могло оторвать его от изумительного состояния жизни, даже смерти. Этим летом, подъезжая к Евпатории, чтобы в последний раз, как ему казалось, взглянуть на Дашу, Иван Ильич грустил, волновался и придумывал всевозможные извинения. Но встреча на дороге, неожиданные слезы Даши, ее светловолосая голова, прижавшаяся к нему, ее волосы, руки, плечи, пахнущие морем, ее детский рот, сказавший, когда она подняла к нему лицо с зажмуренными мокрыми ресницами. «Иван Ильич, милый, как я ждала вас!» Все эти свалившиеся, как с неба, несказанные вещи там же, на дороге у моря, перевернули в несколько минут всю жизнь Ивана Ильича. Он сказал, глядя в любимое лицо, «На всю жизнь люблю вас!» Впоследствии ему даже казалось, что он, быть может, и не выговорил этих слов, только подумал, и она поняла. Даша снялась его плечи руки, проговорила, «Не нужно очень многое вам сообщить, пойдемте!» Они пошли и сели у воды на песке. Даша взяла горсть камешков и неспеша кидала их в воду. «Дело в том, что еще вопрос. Сможете ли вы-то ко мне хорошо относиться, когда узнаете про все? Хотя все равно, относитесь, как хотите!» Она вздохнула. «Без вас я очень нехорошо жила, Иван Ильич. Если можете, простите меня!» И она начала рассказывать все честно и подробно о Самаре и о том, как приехала сюда и встретила Бессонова. И у нее пропала охота жить. Так стало омерзительно от всего этого петербургского чада, который снова поднялся, отравил кровь, разжег любопытством. «Да каких еще опор было, топорщица? Захотелось шлепнуться в грязь, туда и дорога. А вот ведь струсила в последнюю минуту». «Иван Ильич, милый!» Даша всплеснула руками. «Помогите мне! Не хочу, не могу больше ненавидеть себя! Но ведь не все же во мне погибло! Я хочу совсем другого! Совсем другого!» После этого разговора Даша молчала очень долго. Иван Ильич глядел, не отрываясь, на сияющую солнцем зеркальную голубоватую воду. Душа его, наперекор всему, заливалась счастьем. О том, что началась война, и Телегин должен ехать завтра догонять полк, Даша сообразила только потом, когда от поднявшегося ветра волною ей замочила ноги. Субтитры создавал DimaTorzok